Здравствуйте ребята! Сегодня у нас такое спонтанное видео, уже грязные руки, процесс идет полным ходом. Решил снять, поделиться с вами такой информацией. Все вы знаете, что это такое. Кто не знает, читаем. LPG CNG Injector. Это газовая форсунка, которая способна работать либо на пропане, либо на метане. Производство Keihin Япония. Такие форсунки зачастую ставятся в комплекте газобаллонного оборудования фирмы Prince. Форсунки безумно дорогие, стоят умопомрачительных денег, но и ходят они очень хорошо. В данном случае, о чем мы будем с вами говорить. Ходят они долго, завод дает гарантию приблизительно 200 тысяч, но все зависит от качества газа. Но, как любой механизм, она со временем требует какого-то обслуживания. На этом автомобиле установлен комплект форсунок, которые со временем начали залипать. То есть форсунки залипают. Конструкция форсунок, насколько я знаю и смотрю, неразборная. Поэтому мы будем их сегодня промывать. Вернее, мы уже начали этот процесс. На последние форсунки я хочу вам показать, как это происходит по-перекупски, быстро, дешево, чтобы вы не платили деньги за эту работу, либо не меняли форсунки. Цена форсунок, на секундочку, стоит, комплект форсунок стоит порядка 250 долларов на рынке. Цена сумасшедшая, умопомрачительная. Вообще, фирма Принц это зло, это мое личное мнение, кто не прав, оспорьте в комментариях. Хотя, да, качество у них бесспорное, но цена безбожная. Итак, чтобы почистить форсунки, нам необходимо следующее. Нам необходимо ведерочка с салфеточкой чистой, чтобы видеть, что мы делаем. Нам нужен перекупский стенд для чистки форсунок. Сейчас объясню, что для чего. Нам нужен насос стенда для очистки. Нам нужен деревянный, нам нужна деревянная ручка от молотка. Нам нужен антисиликон и очиститель карбюратора. 12-ти вольтовый аккумулятор. Вот электросхема стенда и небольшая пластина металлическая. В этом случае мы выбрали струбцину. Металлическую струбцину, которая прикручена в нашем случае к плюсовому проводу, к плюсовой клемме аккумулятора. Итак, для того, чтобы начать чистку форсунок, нам необходимо следующее. Нам надо демонтировать рампу форсунок с автомобиля. Вот, что мы уже удачно сделали. Далее демонтировать форсунку с распределительной рейки. Вот, что мы сейчас и сделаем. Итак, вот так вот оно разбирается. Просто усилием рук выдергиваете форсунку из распределительной рейки. Что мы там видим? Мы там должны наблюдать сеточку. Мы там должны наблюдать сеточку. Вот, сеточку-фильтр. Вот она там есть. То видит, то не видит. Значит, эта форсунка практически в идеальном состоянии по сравнению с остальными. Вот уже прочищенная форсунка. Можете наблюдать. Так вот, вот эти все форсунки были забиты грязью. Забиты грязью. Если забит фильтр, не исключено, что внутренний механизм также забит. Они реально залипали. Как это проявлялось на автомобиле? Автомобиль на холодную при перехождении на газ глохнул. Потом, после того, как машина прогреется, форсунки прогреются. Машина переходила на газ безболезненно и работала хорошо. Все было хорошо. Потом опять остывало. Причем в морозы это проявлялось. В холоде проявляется очень сильно. Если летом, то это проявляется менее сильно. Поэтому, что я рекомендую, значит, что мы будем делать. Так, берем наш очиститель карбюратора и заводим носик в сеточку. Вычищаем сеточку. Смотрим, какая кака выливается. Вот, очищаем. Очищаем нашу головочку. Вот, это остатки работы. Форсунки. Это там такая есть фаза, как мед. По состоянию, как мед. Сеточка. Далее, берем пневматический пистолет. Все это продуваем. Жизжу эту хорошенько. Сеточка у нас очищается. Далее, что мы делаем? Мы снимаем, аккуратненько снимаем колечко. Колечко будем снимать обычной отверточкой. Микроотверточка, так называемая. Все снимаем с первого дубля. Вот, все есть как есть. Далее, вот это тут механизм. Смотрим внимательно, как изготовлен этот стенд. Здесь стенд, шлангочка диаметром 10. Далее идет шлангочка вакуумная фирмы GreenGas. Наружный диаметр, по-моему, 10, там 10,5. И здесь идет шлангочка от обычного пенного пистолета. Дальше стоит хомут. Что мы делаем? Надеваем форсунку на шланг, берем хомут, зажимаем хомут. А здесь еще два хомута, для того, чтобы у нас тут хоть какое-то держало давление. Дальше. Вот эта схема у нас готова. Дальше, ребята. Берем обычный шприц двухкубовый. Или сколько? Пятикубовый. Пятикубовый. Берем обычный антисиликон. Ребята, использовать в данном случае растворители активные 647, 646, 650 я не рекомендую. Точно так же, как и CarpCleaner. Потому что очиститель карбюратора, если там какие-то элементы, резиночки и так прочее, они могут, пластиковые детали и все прочее, может сыграть, войти в реакцию. И мы просто убьем очень дорогостоящий элемент. Поэтому я буду использовать обычный антисиликон. Значит, набираем шприц антисиликон. Набираем шприц антисиликон. Подсоединяем к нашему стенду. Быстро. Это все делается быстро. Дальше. Готовимся вот так вот давить на нашу форсунку. Здесь нам нужен будет помощник. Далее. Берем электрооборудование нашего стенда. Вот это обычные два проводка, на которых стоят миниатюрные наши разъемы. Вот это все надеваем на разъем форсунки. Абсолютно, ребята, все равно. Где плюс, где минус. Вот зачем нам нужен мой молоток. Допустим, берем рыжий провод и подключаем на постоянно, на минус. Дальше. Плюсовым проводом. Плюсовым проводом. Готовим. Здесь мы создаем, давя на поршень, мы создаем здесь давление. И далее создаем импульс. Чтобы не было у нас никакого генератора импульсов и прочее. Вот мы создаем импульс, допустим, там до 0,8 миллисекунд. Смотрим внимательно. Для этого проводим по металлической основе, которая запитана на плюс. Левой рукой обязательно создаем давление антисиликоном. Итак, погнали. Все, создавая таким образом импульс 12 вольт длиною до 0,5 секунд, мы с вами промываем форсунку. Все, ребята, значит форсунка промыта. Сейчас снимаем, ну как промыта, предварительно промыта. Значит, вот остался там еще антисиликончик. Это хорошо, там в середине он так же остался. Вот, теперь мы снимаем наш разъем нашего стенда. Вот, в принципе, откладываем форсунку в вертикальном положении, чтобы растворитель, который все-таки содержится в небольших частях в антисиликоне, который стоит копейки, кстати, вот по сравнению с карпклинером, вот, чтобы он там начал работать. Антисиликон не нанесет вреда резиновым всяким или там уплотнениям, которые есть в форсуночке. Но и таким образом мягко, мягко очистит нашу форсуночку от всякой бяки. Значит, бывают моменты, ребята, не один на одну форсунку мы таким методом уже почистили. Бывают моменты, когда ты шприцом создаешь давление, чиркаешь по плюсовой клемме, а форсунка не реагирует просто на сигналы. То есть она клац, клац и нету, не идет, не идет сигнал, вернее не проходит жидкость через корпус форсунки. Не работает плунжер, форсунка залипла. Эта форсунка с первого раза пошла, но, тем не менее, вот бяка там всякая вылилась. Вот, сейчас все четыре форсуночки полежат у нас немножечко, и мы проведем эту операцию точно так же еще, может быть, несколько раз. Посмотрим, насколько хорошо будет очищена форсуночка. Так, подошло время второй продувки. Делаем все быстро и уверенно. Второй промывки. Видите, струя равномерная, форсунка срабатывает четенько. Все, тут мы закончили. Теперь берем воздушный пистолет, подключаем воздух. Вот, и точно так же создаем давление пистолетом, нажимая на кнопочку. Очищаем. Вот так вот давить не надо. Все, выгоняем оттуда антисиликон. Вот, очистка форсунки, в принципе, закончена. Снимаем разъемы. Значит, сейчас мы делаем так все на остальных форсуночках, и форсунка готова к установке. Она не будет теперь наносить хлопот и проблем хозяину автомобиля. Все, ребята, значит, точно так же хочу добавить, точно так же можно чистить форсунки бензиновые. Единственная разница, антисиликоном вряд ли это получится. Там они привыкли, эти форсунки, вернее, адаптированы для агрессивной жидкости. Поэтому там все-таки можно чистить более жесткими препаратами. Как-нибудь мы снимем видео и про очистку про эту. Значит, все. На этом все. Сегодня мы с вами почистили газовые форсунки Кейхин LPG CNG инжектор. Значит, кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, комментируйте. Обсудим, поговорим. Значит, поверьте, сделать это приспособление в гараже может каждый. На этом все. Не буду тянуть ваше время. Всего хорошего. Не ломайтесь. Пока-пока.